Валерия Сегодня можно только восхищаться ее решимостью и умением побеждать обстоятельства. Шульгин, видимо, знал уже, что можно сделать из Валерии. Как я должна была себя вести? Я должна была себя преподносить просто какой-то такой дивый, капризный, высокомерный. Ну, вот это мне было абсолютно чуждое, поэтому я почувствовала себя ужасно некомфортно. Я не знала, как это себя надо держать, чтобы быть убедительной. Поэтому очень многие считали, что я просто очень холодная. Ну, в общем-то, мне говорили, что я должна быть именно такая отстраненная. Ну, конечно, дороже ничего нет, чтобы быть самим собой. Это самое прекрасное на свете. Холодная, отстраненная, отвечающая на вопросы журналистов заученными, отрепетированными фразами, такой Валерию уже почти не помнит. Но песни, которые она исполняет, по-прежнему очень популярны среди широкой публики и восходящих звезд российской эстрады. Мне, честно, все равно, была ли это пиар-акция или нет. Я люблю слушать музыку, мне в жизни Валерии не особенно волнует. Мне больше интересно послушать, что она будет петь. Ну, действительно, я не могу сказать, что мне стыдно за них. Ни в коем случае. Потом песню «Самолет» до сих пор в моем репертуаре, и зрители на концерте хотят слышать ее, и помнят до сих пор, поют все слова от начала, в конце. Пошел амолёт Легко меня уносит Через год Я не вернусь сюда Кто тебя опять об этом просит Она вежливая, образованная. То есть, даже если она чем-то недовольная, она не хабалка. То есть, с ней нельзя разругаться, она не будет ругаться матом. Она даже пригожина отучила ругаться матом. В общем, потрясающая песня, потрясающий клип. И Валерия, конечно, была новинкой на тот момент. То, что я знаю точно, что как бы и родителям моим нравилось на тот момент, и мне это нравилось очень, музыка, все очень красиво. Такие песни, конечно, они... Ну, не все были песни. Такие, как «Самолет», естественно. И клипы были, на самом деле, шедевральными. Особенно вот для того момента времени, да? То есть, ну, там, 90-е годы. Да, это было новое, очень мощное. И сейчас я смотрю эти клипы, они смотрятся актуально. Вот современные. Вот есть некоторые клипы, там, даже те, что были у меня. Я смотрю, думаю, ой, думаю, ну, вот это, конечно, детский сад. Сейчас так не снимают. А вот эти клипы, понимаю, что они достаточно современные сегодня. На самом пике своей карьеры Валерия покинула сцену и вернулась с детьми в родной город. Она уезжала из Москвы, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Провинциальная девочка сумела покорить столицу, но не нашла любовь и понимание в человеке, который был ее мужем и продюсером. Провинциальная девочка Шум! Я сижу, думаю, все, мне конец. Трое малышей, Анна, Артемий и Арсений, требовали постоянного внимания и заботы звездной мамы. И Валерия тут же начала обустраивать быт. На следующий день, когда они ушли в школу, я так села, собралась с мыслями, разложила все, нашла, организовала каждому свой угол. Все ненужное выбросила, выкинула. В общем, в доме организовала все по-новому совершенно. Мама говорит, ой, я наплакалась. Я говорю, ну зачем же я тебе тогда в этом... Просто она все узнала, оказывается, не все. Дело в том, что мы все живые люди. Невозможно не сломаться в определенный период. Да, ну, можно сказать, да, заснула. Да, просто все. Популярная российская певица, многодетная мать и просто красивая женщина. Певица Валерия, героиня сегодняшней программы «Русские файлы». Она смогла разорвать цепи брака, ставшего адом. Была готова навсегда забыть эстраду. Но она сумела вернуться, доказав, что настоящая звезда не гаснет по воле обстоятельств. А новый продюсер и муж Иосиф Пригожин смог дать карьере Валерии новый старт. Певица покоряет западную аудиторию. Участвует в гастрольном туре легендарной группы «Симпли Рэд» по Великобритании и дает совместный концерт в Москве. Мы за много лет совместной жизни и работы сделали достаточное количество альбомов. Порядка где-то четырех, наверное, да. Когда Валерия написала книгу о собственной жизни, это была настоящая сенсация. Наверное, подтолкнул-то меня к этому Иосиф все-таки, когда он прочитал мои дневники. Я с детства вела какие-то записи. Вот ей сказали, слушай, как интересно, давай дневники издадим. Ты что, смеешься, что ли? Дневники – это мое личное, я никогда в жизни их никому не озвучил, так вот не дам читать. Вот он говорит, ну это, а почему бы не написать книгу, ну взять, вот писать, сколько материала, тому мало спросить то, что осталось. Ну действительно, я собрала все вместе, я поняла, что, конечно, многого не хватает. Ну какие-то периоды жизни, потому что период жизни, вот скажем, такой мой очень такой несчастливый, я записи никакие не вела, потому что если бы у меня их нашли, мне бы просто было бы худо. Мама говорит, ой, я наплакалась, я говорю, ну зачем же я тебе тогда в этом, вроде бы она все узнала, оказывается, не все, не все я ей рассказывала. Ну старалась, щадить. Дело в том, что мы все живые люди, невозможно не сломаться в определенный период. Почему народ чувствует? Народ же не обманешь, его хоть как там крути-верти, а они чувствуют либо правда, либо неправда. А когда это оказалось правдой, когда женщина это пережила, смогла своей песней передать это все людям, люди одурели, сказали, опа, да. На самом деле в этой книге описано только малое толико того, что было в жизни, потому что мне не хотелось сделать совсем перевес, вот крен в сторону какой-то черной, потому что жизнь разная, у меня много было хорошего, светлого, доброго. Ну все живые люди, и неважно, есть у тебя имя, нет у тебя имя, есть у тебя положение, нет у тебя положения в обществе. А как спастись, как себя обезопасить от каких-то таких сложных историй, ну непонятно. Да, да, сон плохой, плохой, но все же сон. Да, ну можно сказать, да, заснула, да, просто все, все.